Здравствуйте, друзья! Рада приветствовать вас на канале 13 октября. И в этом ролике я хочу рассказать о том, как легко можно справиться с таким, в общем-то, очень опасным вредителем, как белокрылка. Белокрылка может появиться как в домашних условиях, в период рассады, да и цветы комнатные также поражаются белокрылкой, так, в общем-то, и в саду. Бытует такое мнение, что избавиться от белокрылки очень сложно, но если процесс не запускать, если делать все своевременно, в общем-то, довольно-таки просто, даже за одну обработку можно избавиться от белокрылки. Сразу скажу, у меня никогда не было белокрылки ни на комнатных растениях, ни в саду никогда не было белокрылки, но был такой момент, когда у сестры, у моей саду появилась белокрылка в теплице. Справились мы с этим очень быстро, просто вот, ну, я не знаю, за неделю, наверное, и поэтому могу сказать, что 100% работают вот эти методы борьбы с белокрылкой, и отчаиваться не нужно. Единственное, что не нужно, запускать этот процесс. Знаю, что у многих просто из года в год белокрылка атакует растения и, в общем-то, уничтожает большую часть растений. Так, ну, начнем, наверное, с самого простого. Если у вас появилась белокрылка только в этом сезоне, первый раз появилась, то тут справиться вообще легко очень с этой белокрылкой. Что мы делаем? Конечно, не затягиваем процесс, не даем ей размножаться, чтобы уже были прям тучи этой белокрылки. Вот мы, когда обрабатывали у сестры, у ней, ну, появилась белокрылка, то есть подходишь к растению, появилась она в теплице с томатами, подходишь к растению, задеваешь это растение, и такое облачко взлетает от растения. Вот это начальный период, ну, и то это уже был не начальный период, в общем-то, можно сказать, появление этой белокрылки. Но, если мы начинаем обрабатывать сразу, что мы сделали в тот момент? Мы взяли обычный аллатар, то есть это, ну, на мой взгляд, самый такой, наверное, доступный препарат, недорогой, в общем-то, бюджетный, каждый садовод может себе его позволить. Обработали аллатаром все, и после этого мы развешивали вот такие вот клеевые ловушки. Вот здесь у меня лежит два вида ловушек. Машенька, это пять пластин, разница только в том, что одна ловушка, один производитель фасует пять пластин, второй производитель, это ваше хозяйство, фасует четыре пластины. По сути, одно и то же. Еще есть такие же пластины, называются злобный тет. Мы пользовались как раз злобным тетом. Пять пластин. Вот здесь у нас есть картинка, как они развешиваются, но мы видим, что тут полностью вот пластина вот эта вся развешивается. На самом деле можно сделать все гораздо экономичнее. Разрезаем пополам эти пластины. Вот эти вот отверстия, здесь вот у нас на этой показано. В общем, пластина, это вот такая вот пластинка, заклеена защитной пленочкой. И с каждой стороны мы имеем вот такие отверстия, что с нижней стороны, что вот тут вот вверху, с двух сторон. И если мы эту пластину разрезаем пополам, у нас уже вот, допустим, в этом варианте у нас уже получается 10 пластин. Только они будут вот половинчатые такие. Этого вполне достаточно. Плюс, так, сейчас я все-таки открою, наверное, и покажу вам. Так, здесь есть у нас вот эта лента крепежная, которая продергивается в эти отверстия и крепится к шпагату. Вот они, видите, пластинки. С одной стороны отверстия и с другой стороны отверстия. Вот. Если мы разделили пополам и вот так вот их развешиваем. Плюс вот эта вот защитная, ну, бумага тут защитная с двух сторон. Как мы поступали? Мы сначала с одной стороны убирали защитную пленку, будем так ее называть, и развешивали. То есть вот эта сторона была вся уклеена, улеплена вот этой белокрылкой. А так как белокрылки было не так много, то вторую сторону можно даже не снимать. То есть оставляем на следующий год. Упаковываем, ну, куда-то в пакетик или в эту же упаковку, в которой они у нас находились. Вот. И если вдруг у вас в следующем году вновь появилась белокрылка, можно вновь будет развешать, но уже снять эту вот пленку со второй стороны. Либо так же можно делать, если у вас достаточно большое количество белокрылки. Сначала одну сторону освободили от защитной пленки. Она у нас вся использовалась. Можно сказать, что если все тут уклеилось вот этой белокрылкой, затем снимаем второй слой, со второй стороны пленку. Таким образом, эта пленочка, вернее, пластина очень хорошо защищает. Но сначала, как я сказала, обрабатываем препаратом, ну, к примеру, Аллатар. То есть препаратом, на котором указано, что он убивает белокрылку. Ну, вот. Таким образом, у нас вот эти пластинки могут висеть на протяжении всего летнего сезона. Также моль. Вот эта вот моль белая, которая похожа на белокрылку. Часто люди путают белокрылку и моль. Также можно развешивать вот эти пластинки. И моль это точно так же приклеивается к пластинке. А раз моль приклеивается, вредитель сам приклеивается к пластинке, то личинки некому будет откладывать. Вот когда мы провели обработку Аллатаром, к примеру, да, мы уничтожили взрослые особи. Но личинки-то они уже отложили. Вот для этого мы и развешиваем ловушки. То есть потом из личинок, когда появились вновь вредители, они уже приклеиваются. Они летят уже на эти желтые пластинки и приклеиваются. Это вот, если у нас начальная стадия, помогает прям 100%. Если только появилась вот эта белокрылка. Если у вас очень большое количество белокрылки. Тут уже нужно брать препараты такие, как Тепеки. Вот такой вот замечательный препарат. Вот просто тут даже ловушки не нужны будут. Если вы проведете обработку препаратом Тепеки, 2 грамма здесь порошка, то белокрылка исчезнет просто сразу за одну обработку. Разводится вот эта упаковка 2 грамма на 8-10 литров воды. То есть развели, опрыскали растения. Все, никакой белокрылки. Но опять же, если у вас в теплице выращиваются культуры, то нужно обязательно обрабатывать не только растения, но и опрыскать конструкцию в теплице. Желательно даже грунт опрыскать, так как мы не знаем, куда отложили личинки. Куда попали личинки этой белокрылки. Конечно, откладываются они на листья. Но бывает и такое, что где-то попали эти личинки, может быть, на бочку, стоящую в этом теплице. Когда мы даже проводим обработку, допустим, препаратом, часть этих личинок мы под давлением же у нас, если мы из опрыскивателя опрыскиваем, вот этот раствор подается. И если личинку куда-то смахнуло вот этим давлением, то также они могут вновь в дальнейшем распространяться уже эти вредители у нас в теплице. Поэтому я считаю, что когда мы проводим обработку от любых вредителей, по крайней мере, вот я так делаю, если я провожу обработку от вредителей, то я стараюсь опрыскать и грунт. В общем-то, там, если несколько капель, какое-то количество вот этого раствора попадает на грунт, это не опасно, так как мы даже можем поливать этими растворами растения. И стараюсь, чтобы попало на каркас теплицы, на бочку. Так как я в основном обрабатываю от паутинного клеща, но также вот эти личинки, которые мы начинаем вредители обрабатывать под давлением, вот этим раствором личинки, могут слететь куда-то. Вот, поэтому вот так вот. В пеке просто одна обработка и никаких вредителей. Может быть, даже вам не понадобится сразу растворять 2 грамма. То есть берем мерную ложечку, отмерили, сколько нам нужно, и уже не на 8-10 литров разводим, а на, там, допустим, на литр. В общем, все это можно сделать. Также есть такие вот препараты, как Актара. Вот у нас здесь указан колорадский жук, но с обратной стороны есть инструкция. Обязательно рекомендую всегда, покупая любой препарат, читайте инструкцию перед применением. Так как для полива Актара у нас разводится 1 грамм на 10 литров воды, если мы будем поливать растения. Ну, полив обычно проводят, когда белокрылка появилась в домашних условиях. Это комнатное растение, это рассада. Тогда лучше полить, чтобы все-таки этот раствор не ушел у нас в воздух, а остался все-таки в грунте сразу. Растения таким образом получаются отравленные, и белокрылка также погибает. Но если есть возможность обработку провести на балконе, то, конечно, лучше вынести эти растения на балкон, опрыскать это будет значительно быстрее. В смысле, быстрее уничтожим мы эту белокрылку. И вот такая вот Актара, которая у нас прям четко написана, белокрылка, щитовка для почвенной мушки. Хотя на упаковке с колорадским жуком вы также можете прочитать от белокрылки, тоже можно применять вот этот препарат. Для полива мы его применяем 1 грамм на 10 литров воды, а для опрыскивания 8 грамм на 10 литров воды. То есть вот так вот. Разная дозировка, разная концентрация, поэтому обязательно всегда читайте. И то же самое здесь. Точно так же можем и полить, и опрыскать. Но концентрацию в этом случае мы меняем. Вот если вы пользуетесь тепеки, допустим, в теплице, то ловушки уже вам точно не понадобятся. Тепеки все уничтожат, никакой белокрылки не будет. Если пользуетесь Аллатаром, либо Актарой, то здесь я все-таки бы рекомендовала ловушки повесить. Так как если тепеки уничтожает сразу и личинок, и взрослых особей, то Актара и Аллатар, они все-таки действуют на взрослых особей-вредителей. А личинки не всегда уничтожаются. То есть часть личинок, конечно, уничтожится. Большая часть, по крайней мере, при применении Актары. А при применении Аллатара уничтожаются в основном только взрослые особи. А личинки зачастую остаются. Вот, в принципе, и все. Вот таким образом легко вы можете избавиться от белокрылки. Сейчас уже осень, уже холодно. Можно не обрабатывать уже сейчас от вредителей. Так как от вредителей все-таки нужно обрабатывать теплицы в тот момент, когда еще плюсовые температуры. Ну, у нас, по крайней мере, в Каменске-Уральском уже достаточно холодно. Несмотря на то, что эта неделя у нас выдалась теплая, плюсовые температуры. Но прошлые недели уже были холодными. И смысла уже нет проводить обработку. Я обычно провожу обработку с осени только от болезней. И вот уже весной, когда установилась плюсовая температура в теплицах, я провожу обработку от паутиного клеща обязательно препаратами. И таким образом, как-то нет у меня такого, чтобы я боролась с вредителями. В основном у меня бывает только тля, от которой мы никак не можем избавиться. Это когда появляются у нас муравьи. И то вот тля, это у меня розы. Розы и что? И что? И калинобольданеш. Вот тут я, конечно, провожу регулярные просто опрыскивания. Как раз вот препаратом Аллатар. А в теплицах, на овощных культурах у меня бывает только на огурцах паутинный клещ. Либо в крайнем случае, в очень редком случае появляется еще паутинный клещ на баклажанах. Но так как я провожу профилактические обработки фитовермом, то это бывает очень-очень редко, что на баклажанах появляется, по-моему, у меня два раза всего появлялся паутинный клещ на баклажанах. Но на огурцах бывает даже и раз в год бывает, что такое появляется, такой вредитель. Если я не успеваю предварительно обработать в профилактических целях фитовермом препаратом. Фитоверм – это либо битоксибацилин, тоже отличный препарат. И тот, и другой – это биопрепараты, которые я 100% тоже рекомендую всем садоводам. Мне кажется, вот эти два препарата обязательно должны находиться в аптечке садовода. Препараты очень эффективные, но при этом это биопрепараты. Мы ими можем обрабатывать в течение всего лета. И что еще хочу сказать. Единственное, что всегда, когда вы приобретаете биопрепараты, биопрепараты нужно смотреть на сроки изготовления. Так как у них срок, в общем-то, небольшой. За счет того, что это биопрепараты, срок хранения. Ну и хранить их нужно правильно. Не нужно перемораживать, не нужно оставлять их в садовых домиках. Если у вас в садовых домиках нет отопления, то, конечно, этого делать не нужно. Не нужно портить эти препараты. Вот, в принципе, и все. Друзья, на этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok